Случалось ли у вас, что посетив какую-то достопримечательность, вы потом плевались и удивлялись? Кому это вообще понравилось? И кто оставлял все эти хвалебные отзывы в интернете? В дайвинге это случается сплошь и рядом. И сегодня в видео я покажу, как поездка на один и тот же дайв-сайт может выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от погоды, дайв-центра и лодки. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале за мечтой дайвинг и путешествия. Мы отправляемся на Сейлрок, один из лучших дайв-сайтов в Сиамском заливе, где у меня случился один из лучших, а также один из худших дайвов в моей дайверской карьере. Сейлрок находится на полпути между островами Котао и Панган. От Котао туда ехать часа полтора-два. Это самый удаленный наш дайв-сайт, поэтому дайвинг там дороже, чем на локальных дайв-сайтах. И, естественно, ездим мы туда далеко не каждый день. Ну что ж, начнем мы, естественно, с плохого. По горячим следам у меня уже был шорт на эту тему. Вот как это было. На часах 5.20 утра, а я уже тащусь на дайвинг. Субтитры сделал DimaTorzok Кроме, очевидно, плохой погоды, мы ездили на ужасно неудобной лодке другого дайв-центра. Места было мало, от дождя спрятаться негде. Еще и дайв не удался. Людей мне было откровенно жалко. Пришлось даже частично деньги возвращать. А вот уже другой дайв. На этот раз море спокойное, хоть и не идеально. Небо почти голубое. А еще мы едем на новой большой лодке нашего дайв-центра. И жизнь уже играет абсолютно другими красками. Для начала небольшая экскурсия по лодке. Здесь нижняя палуба с баллонами и всем оборудованием. Сегодня я ныряю на Сайдмаунте. Вот она моя прелесть. С розовой маской. Вот там остров Катао. Мы еще далеко не отошли. Идем на второй этаж в зону отдыха. Тут уже время для брифингов. Проведаем нашего капитана. Капитан и помощник живут на лодке. Поэтому он тапочки снимает перед кабиной. Она же его спальня. Третий уровень для принятия солнечных пан или медленной прожарки. В зависимости от погоды. Заматываем флаги, чтобы меньше трепались во время долгой дороги. Вот он Сейлрог на горизонте. Сейлрог как айсберг. Над водой только маленькая часть. Дайвсайт достаточно глубокий по местным меркам. До 40 метров. И с достаточно сильными течениями. Опять же по меркам Сиамского залива. Ну все время парковаться и начинать погружение. В стороне от скалы можно найти груду бетонных блоков, каких много вокруг Катао. Их устанавливали, чтобы создать искусственные рифы. Этот дайв разительно отличается от предыдущего. Хорошая видимость. В прошлый раз видимость была метр, и то с фонариком. На 18 метрах было темно, как ночью. А тут такая красота. На глубине можно найти гигантских, совсем не пугливых групперов. Давайте подплывем поближе. Редактор субтитров А.Семкин Вокруг Сейлрока кружит огромная стая Карангса. С ней можно зависнуть на целый дайв. Главное не забыть следить за глубиной и воздухом. Редактор субтитров А.Семкин Сейлрок это один из тех дайв сайтов вокруг Катао, где можно увидеть китовую акулу. Приплывают они, естественно, не каждый день. И многое тут зависит от удачи и сезона. А все сезоны сейчас, к сожалению, изменились. И очень трудно предсказать, когда больше шансов их увидеть. На этом дайве нам не повезло. Хотя уже через пару недель китовые вернулись на Катао, и их видели на нескольких дайв сайтах, в том числе и на Сейлроке. Стая барракут тут тоже есть, но сегодня они не подпускают слишком близко. В конце второго дайва течение усилилось, но мы уже на обратном пути и скользим к выходу. Еще одна достопримечательность Сейлрока это Чимни, или по-русски дымоход. Вертикальный проплыв в скале с выходами на 5, 12 и 18 метрах. Проплываем дымоход по дороге наверх. Вот так одно и то же место в разных условиях может быть и непередаваемо красивым, и вообще неинтересным, и даже немножечко опасным. Вот и все, время возвращаться в порт. Проверяйте прогноз погоды, не стесняйтесь задавать вопросы. Ну и главное помните, что это природа, и не всегда все идет по плану. Спасибо за просмотр, надеюсь было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А также пишите в комментариях о своих самых неудачных дайвах. Будет интересно пообсуждать.